Полиция Кении объявила награду в 215 тысяч долларов за поимку Мухаммеда Мухаммада, одного из лидеров Аш-Шабаб. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на университет в Гарисе. В результате теракта погибли 148 человек. Выжившие студенты в минувшую субботу прибыли в Найроби, где воссоединились со своими семьями. В столицу Кении молодые люди были доставлены на автобусах и размещены на местном стадионе, который временно превратился в кризисный центр для пострадавших. Они делятся своими переживаниями. Я благодарна Богу, что выжила, но я бы очень хотела, чтобы здесь были мои друзья, чтобы они вместе со мной и своими родителями разделили этот момент. Я потеряла многих своих товарищей. Все, что произошло, все, через что нам пришлось пройти, по-прежнему прокручивается и остается в памяти. Мы не можем этого забыть. Я не могу возвратиться назад. 2 апреля боевики из сомалийской экстремистской группировки «Ашабаб» ворвались в университет в Гарисе и захватили в заложники студентов. Тех, кто не смог процитировать Коран, они расстреливали. Кенийская полиция арестовала пять подозреваемых в причастности к нападению. В воскресенье в Кении начался трехдневный траур. Продолжение следует...